С одной стороны, мы, смотрите, как лапку будем держать, то есть за верхнюю часть, но наши локти, видите, они как бы поддерживают, если нас будут глить, то мы как бы защищаемся. Вот такое движение должно быть. Не как там некоторые привыкли, что вот так, в обнимочку с ней, в этом раз уснуть, да? А вот именно, чтобы движение было. Давай, чтобы. И вот так. Вот эта рука должна быть тебе модельной. Смотрите, мы стоим в позиции. Одной рукой. Ты меня задеваешь, так что, как будто бьешь. Моя задача опередить тебя. То есть сейчас будем работать достаточно медленно. Для чего это нужно? Для того, чтобы понять и осознать, почувствовать, как у нас стоят ноги, почувствовать, как у нас стоит таз, почувствовать, как тело. То есть сразу вы можете выровнять свой удар. Мы сейчас будем бить боковой удар. Так, чтобы он был. То есть вот боковой прям конкретно удобный. То есть вот движение. И потом каждый раз человек ускоряется, ускоряется, ускоряется. Но. Задача поставить точку. Вот просто я прям сразу хочу предупредить, что когда идет движение, вот многие из вас вот так вот любят как бы кружочек водить и потом стирать вот всякие вот эти полочки и все остальное. Наша задача поставить точку. Движение 1 раз на опережение. Здесь рука, на всякий случай, защищает все вот как бы. Если нужно, подняйте ручку, если нужно опустить. Всем понятно здание. Пока мы не шагаем, пока мы не двигаемся, мы просто стоим в позиции, просто ждем и просто выстреливаем. На опережение. То есть не даем человеку дотянуться до нас. То есть как бы опережаем. Пока в таком ключе мы работаем по 10 раз. 10 раз один человек отработает, 10 раз другой. И потом я скажу, стоп, и мы все соберемся. Спасибо. Продолжение следует...